Всем привет! Меня зовут Нопольская Ксения, мы у меня на канале, и у меня в гостях. Посмотрите, кто! Здрасте-здрасте! Я Марк Ламарк. Если вдруг не знали, знакомьтесь. Да, Марк у нас преподаватель в онлайн-школе Webium. Да, вот так вот мы решили заколабиться после того, как Тася с Катей заколабились. Химия, почему, биологом. А что, в чём, в чём и хуже, в чём и рыжишь? Конечно, не подружиться нам, что ли. Да-да, конечно, конечно. И мы тоже слезали немножечко идею у Кати с Тасей. Позаимствовали. Позаимствовали, да, позаимствовали. Да, про мемы. И сегодня мы начнём с мемов. Ну, не полностью уже копировать формат. Ну да. Да, но начнём. Сегодня, кстати, не будет анекдота, это для всех моих зрителей, кто... Я просто на выбах всегда в конце выба анекдот рассказываю. Ребят, у нас вместо анекдота будут мемы. Итак, значит, первый мем. Вы сейчас его увидите. Ну давай, Марк, что-то скажешь. Что я скажу? Антибиотикорезистентность — это вещь страшная. Да-да-да. Вообще про устойчивость к антибиотикам, мне кажется, можно лекции читать. Ну не мне, кого-нибудь. У меня был случай, когда человек, мой близкий человек, попал в реанимацию с травмой грудной клетки. И началась посттравмационная пневмония. И, соответственно, мы очень долго подбирали антибиотики, потому что, соответственно, все больничные инфекции подключились на вот эту вот прекрасную кашицу из лёгких. И, о божечки. Но всё кончилось хорошо, антибиотики подобрали, человек выжил, всё хорошо. Просто про больничную, там же вообще жесть. Тут есть МРСА, который микицелинустойчивый. Да. То есть там... То есть там... То филококково вообще ничем не вылечить. Там была жесть, там перепробовали несколько, пять, что ли, разных видов антибиотиков, и вот шестой сработал, и всё-таки как бы хорошо. Да. Поэтому антибиотики — это жесть. Да. Особенно без рецепта. Да, да, да. Просто у меня вот, например, на пенициллины аллергия. Я вообще случайно об этом узнал. Меня на первом курсе в больницу положили. У меня там гнойная ангина была. И мне говорят, у вас есть аллергия? Я такой маме пишу, я смс говорю, у меня есть аллергия на лекарство? Она такая, да, на пенициллины. Я такой, а можно было раньше сказать, мне бы сейчас, может, ввели, и всё, пока. Понятно. Да. Поэтому антибиотики только по рецепту, только нужный цикл, да, то есть если он выписывает три раза в неделю... Ой, ты три... Три раза в день в неделю, например. Три раза в день в неделю, то вот так и пьёте, да. И раньше курс не заканчивайте, потому что вам полегчает. Раньше... Да, вот это наше любимое. Так а что я буду пить лекарства? Да, да, что я буду пить лекарства? Сработала на второй день. Да, и всё, и хорошо. А они там ещё, как на нашем меме. Вот. Следующий мем. Следующий мем прекрасный. Да. Тебя не могут использовать, если ты колба без подписи в лаборатории. Это правда, действительно. Расскажи вообще, как оно с колбами в лаборатории. Там их очень много, очень много неподписанных, очень много грязных, и их действительно не используют. Действительно универсальный способ справиться с такими вещами, оставить колбу без подписи. Вот. Ну, а на самом деле потом их просто моют, выкидывают или что-то вот такое. Вот понимаете, какая судьба у колбы. Её, во-первых, не используют, если она неподписанная, а потом моют и выбрасывают. Ну, я никому такого не пожелаю. Да, 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 да. У меня просто с колбами была связана история только, наверное, одна. Я, типа, в девятом классе ходил в Ивановский химтех, я сам из Иваново, и такой, буду ходить в Ивановский химико-технологический на какие-то занятия. Ходили просто с друзьями поугарать, посмешивать, что-то всё подряд. И вот нам потом один раз прилетело, мы что-то намешали, и там пошла бурная реакция с выделением энергии. Препод подходит, говорит, что делаем? Мы такие, а мы не знаем, просто смешиваем по приколу. Ну, я же микробиолог, я в основном работала с... в колбах хранили среды питательные, то есть мы туда всё намешивали, агар, потом, соответственно, автоклавировали и так далее. И вот неподписанные колбы со средами, они потом так агар отсыхал, и такая вот колбочка внутри, такая ещё, ещё такой вот ссохшийся агар. Вот. Так, что у нас там дальше? О, родня. Родня, да. Давай-давай, объясни нам, почему орбидол так помог тёте Гале. Это боль. Тут, да, орбидол. Орбидол, эргоферон. Ацилококцинум. Ацилококцинум. Я просто из детства эти помню, вот эти вот упаковки с пингвином, с орбидольчиком, ацилококцинумские вот эти вот маленькие... Меня кормили этим в детстве. И меня тоже, я только потом узнал, что... Да, я только потом узнал, что не надо. Я просто про орбидол почитал, там вообще действующего вещества нет. Нет, нет. Там, если это всё перевести на единицы организма, там действующего вещества не хватает 10 в минус 8, то есть надо ещё очень много покушать. Там я вообще считала, что, не помню, то ли это было целококцилом, что там не факт, что в пачке будет хотя бы одна молекула действующего вещества. Да, и в орбидоле то же самое, то есть. Вот, и, соответственно, он помогает. А почему он помогает? Потому что у нас есть эффект плацебо. Да. Вот. И это работает. А ещё потому что, если лечить простуду, то она проходит за 7 дней, а если не лечить, то за неделю. Поэтому вам орбидол и помогает. Так что, ребята, если вы просто так вот простудились, вообще к врачу идите, в любом случае, я так на первом курсе в больницу улетел, простудились, пришли к врачу, вам выписали обильное тёплое питьё и постельный режим, и отдыхаете, чилите, смотрите вебинары, да, всё, больше вам ничего от жизни не надо. А, да, нужно не заражать других и не давать повышенную нагрузку на свой организм, чтобы он сам выработал антитела и сам сделал себе лекарство, вот и всё. Так, что у нас там дальше? Что у нас там дальше? К семьёмся никому не рассказывай. Что у нас там дальше? Фермент, субстрат. Ну, это просто надо посмотреть и порадоваться. Да, это же Макрон. Да, это Макрон, да, и Франция. Главный телефонный переговорщик. Да. Да, 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 да. Не исключено, что на ЕГЭ в 25-м задании вам дадут теперь картинку, вот такую вот скажут. Расскажите, пожалуйста, какая биологическая модель здесь представлена именно Макрона и страны. Да, 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 фермент, субстрат, действительно, очень интересно, очень интересно. Так, дальше что у нас тут? Ой, про препарат под микроскопом и рисунок в альбоме. Мне просто очень интересно узнать, как с этим дела обстояли в МГУ. Вы вообще рисовали? Очень много. У нас были альбомы, мы рисовали. У нас были очень большое количество практикумов, то есть просто там практикум по бактериологии, по микологии, по ботанике, там почему только нет. И как тебе вообще это? А мне очень нравилось. Я была в восторге. Покрутить, порезать, порисовать, это прям вот комбо, комбо угодили. Ну, блин, наверное, это мне не нравилось, потому что, ну, я не различаю цвета некоторые, и для меня, например, розовый и фиолетовый, это, ну, одно и то же. Когда приходишь в меты на гистологии, окраска гемотоксилина и азин, розово-фиолетовая, для тебя она сплошная одна, и ты такой думаешь, что делать? И по итогу... Дай списать. По итогу, да, я просил одногруппников мне вкладывать в руку карандаш, вот, а потом, когда стал попрошаренней, просто художникам заказывал, нарисуйте, пожалуйста, и всё. Поэтому, ну, для меня вообще непонятно было, зачем всё это рисовать. Ну, по крайней мере, на биологии, прямо на первом курсе, возможно, ещё что-то там нарисовать прикольно, но на гистологии, когда придуман атлас, когда всё напечатано, когда есть всё красивое. Ну, слушай, ну, посмотреть это своими глазами. Не, посмотреть-то да, но потом тебе говорят, рисуй, а ты нарисовал хуже, чем другой человек. А пока ты рисуешь, ты запоминаешь. Ну, нет? Не знаю, у меня вообще просто так не работало ни разу. Да, ну, мы люди разные, конечно, мы по-разному воспринимаем информацию, но в целом, пока ты, ты же смотри, глазиком посмотрел, нарисовал, посмотрел, сколько раз ты посмотришь на этот препарат, сколько раз ты подумаешь о том, какого формы там клеточка, как её лучше нарисовать. То есть, мне кажется, что это запускает определённые процессы в мозгу и запоминается лучше. Ну, надо спросить студентов меда, каково им на последней паре в субботу, знаешь, рисовать, и они такие сели, уснули глазом на микроскопе. Я помню все препараты, которые видела, все, то есть, как бы вот… Феноменальная память. И могу, как бы, их там воспроизвести по памяти, где что как было, то есть, чего не скажешь, например, про биохимические циклы, например, да, то есть, я эти химические реакции забывала очень быстро. А вот зачем их вообще учили? Я не знаю. Я вот тоже не знаю, но на биохимии какой-нибудь цикл Крепса учили. Да, учили, учили, зачем? При том, что я говорю, что я могу взять, открыть и посмотреть, и объяснить потом сама себе, что тут вы делаете. Или, опять же, если мне нужно что-то… Ну, там, я же потом работала как всякий… Ну, как геноинженер, да, то есть, вот именно с прокариотами встраивала разные гены, и до сих пор так работаю. То есть, когда мне нужно посмотреть какие-то там, не знаю, там, вещи, вот я иду, читаю статью, смотрю методики и так далее. Тот самый учёный из этого, какого-то там, 20-го задания на последовательный стиль там, из 8-го, он решил встроить плазмиды. Да, 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 да. Сейчас встроим. Да, 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 на самом деле это прям я говорю, а вот это то, чем занимаюсь я обычно во вторник. Так, я встраиваю… У меня потерялись наши мемы. Я встраиваю плазмиды. Постоянно, да, и, кстати, у меня очень много бактерий, созданные своими руками, да, чтобы… Рукотворные питомцы. Да, рукотворные питомцы, да, и я очень люблю вообще прикладную науку, потому что с помощью этого мы делаем какую-то полезную вещь, которая сразу применяется. Меня вот это вот прям заводит до безумия, что когда я взяла, сделала бактерию, и она начала синтезировать белок, который вот сейчас я вижу на полках, потому что его добавляют в йогурты, и вот я могу его купить и покушать тот белок, который синтезировала моя бактерия, в доме которой построил человек, да? Вот, это прям очень приятно. В отличие от фундаментальной науки, она меня меньше заводит. Так. Это просто потом вырежут, да что заводит всё же на польсках. Нет, ну это меня, конечно, меньше заводит. Ну да, 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 потому что фундаментально это строчка в учебнике. Так, что у нас сейчас? Трясына. Что? Трясына. А, трясына, нет, я думаю, что про бро тебе надо упражняться. А, этот, да, это, конечно, легендарный, с Ламарком. Да. Вот сейчас его принято критиковать, понимаете, Ламарка, а что, для своего времени очень прогрессивный был вообще мужчина? Нет, я наоборот говорю, что Ламарк крутой. Это про меня, правда говоря. И про тебя тоже, конечно же. Нет, ну слушайте, если про Жанна Батиста давайте. Жанн Батист крутой. Он первый создал эволюционную теорию. И она являлась предпосылкой для всех остальных. Более того, я вам хочу рассказать, что когда я была маленькой, я рассуждала как Ламарк. Я была ламарксисткой. Ну, я не знала ещё о дарвинизме и о ламарксизме тоже, но я тоже думала, что если выращивать яблоню, хорошо за ней ухаживать, то она потом превратится в культурную яблоню. Что можно из волка сделать собаку, если там щеночком его ухаживать. Ну да, что, всё логично, всё логично. Да, я тоже верила в детстве, что модификация... А ты кошку не заставляла упражняться? Нет, но в детстве я верила, что модификационная изменчивость передаётся по наследству. Хотя, ну, я говорю, мне лет пять было, я не знала слова модификационная изменчивость, но в моей картине «Мы и мира» это всё укладывалось. Если просто ты в детстве знала модификационную изменчивость, то это уже всё. Вот, да, да. Но в целом нормально, поэтому я к Ламарку очень уважительно отношусь. Единственное, что меня смущает, что потом был у нас такой товарищ, как Трофим Лысенко, который был ламарксистом, и вот тут моя боль, моя боль. Лысенко всё испортил, мне кажется. Лысенко всё испортил, да, и славу Ламарка в том числе. Просто он ещё в чём крутой учёный, в том, что он же ботаникой занимался почти там всё начало своей карьеры, а потом ему пришлось перестроиться, и он стал зоологом, и будучи зоологом, он вот уже выделил беспозвоночных много типов, там, не два, а десять, и как раз-таки эволюционную теорию он уже будучи зоологом делал. Хотя вот этот вот момент перестройки, там, я читал его биографию, в общем, что-то сложное было на работе, и ему сказали, теперь ты работаешь в другом отделе, ну, грубо говоря. Так я ботаникой занимался, он такие, не-не-не, теперь изучай червей. Ну, ещё вот мне понравился мем про Ламарка, бог, так, теперь эволюция будет идти по Ламарку, дети биохимиков. Да, тык-тык, кап-кап, это прям тоже вот про Пипетман, это не только биохимики, но и генные инженеры тоже этим занимаются. Ну, чё, Трисына? Трисына, ну, зачитывай. «Было у учёного три сына. Одному он рассказал, что главное в жизни секс, наркотики и рок-н-ролл, а второму, что главное в жизни работа и семейные ценности, а третьему, а третьему ничего не рассказывал, потому что главное иметь три группы экспериментальных, две экспериментальные и одну контрольную». Вот так будет звучать 23-е задание на ЕГЭ, если Валерий Сергеевич будет в тренде. Да, 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 действительно, действительно забатываем. Да, и какую нулевую гипотезу можно было выдвинуть, исходя из данных утверждений? Да, что качество жизни не зависит от того, что вам говорят родителям в детстве. Да, это мы сейчас в психоанализе ходим такие плавненько. Да, плавненько. Кстати, как ты относишься к 23-м, 24-м? Я считаю, что то, что сделали в прошлом году, когда их добавили в целом эксперименты, надо было оставлять в таком виде, потому что задания на нулевую гипотезу и отрицательный контроль, они ещё больше вводят вот эту сегрегацию по людям, которые сдают ЕГЭ по биологии, которые и так сейчас есть и непонятно для чего. Короче, я против этих заданий. А мне кажется, что их достаточно легко научиться решать, и это два выигрышных задания. То есть в итоге они убрали 24-е, наше любимое, на ошибки, прям все очень поплакали на этот счёт, такое выигрышное задание. Но при этом они добавили вот эти два задания, то есть изначально 22-е, прошлое, оно, в него было сложнее попасть в критерии, и максимум балла, даже если посмотреть там по распределению, потому как я читала скрины работ ребят, то есть они реже попадали в критерии. То есть сейчас есть прям чёткий алгоритм, как писать 23-е, как писать 24-е, и вот получилось, что два таких выигрышных задания. Ну просто они же, когда закладывали эти понятия, они говорили, что мы хотим научить детей научно мыслить, потому что это важно, а по итогу всё сводится к тому, что люди запоминают, как по алгоритму находить из условия нулевую гипотезу, отрицательный контроль. Так с этим отрицательным контролем вот эта фраза, которую надо постоянно прописывать, что все остальные условия оставим без изменений. Вот это научили детей мыслить логически, просто переписывать одну и ту же фразу. Ну на самом деле, на самом деле, они обратили внимание на достаточно важные вещи, то есть как строить эксперимент. Там ещё много чего можно рассказать, то есть помимо отрицательного контроля и там нулевой гипотезы, но можно ещё говорить про статистику, можно ещё говорить, опять же, вот экспериментальные, две экспериментальные, одна контрольная группа, да, то есть вот контроль может быть разный, контроль может быть там отрицательный, положительный, да, двойной отрицательный, двойные слепые исследования и так далее, и так далее. То есть в целом поговорить об этом можно. Можно, но мне просто очень интересно вот взять срез всех, кто сдаёт биологию, и куда они поступают. Вот просто реально с процентами посмотреть. Потому что, как правило, это медицинский. Психфак. Очень много идут на психологов люди. Ну, то есть клинические, обычные психологи. И, ну, на биофак, например, там, на преподобиологии в Герцена или там в МГПУ идёт не так много людей. Просто вопрос, для чего это вводится глобально. Окей, будущий врач, а скажи, у вас экспериментов нет? Будующие медицины. Да, вы не тестируете лекарства, вы не тестируете разные какие-то вещи, да? Нет. Ну, этим можно заниматься на сно в научных обществах наших, но и то там зависит от сно. Опять же, можно где-то докладики читать, можно где-то заниматься наукой, но это всё остаётся, опять же, на энтузиазме людей. То есть у нас нет такого обязательного. Единственное, что мы делали, один раз что-то на питательной среде на микробиологии выращивали. И всё. Потому что, ну, медицина, которая нас готовит глобально в универе, это медицина широкого терапевтического профиля. Там, ну, наука особо не нужна. Она нужна, чтобы понимать, что такое доказательная медицина, чем лечить, чем не лечить, но глобально мы ничего не проводим. Только если ты хочешь, идёшь в сно, и в этом сно, возможно, ты занимаешься, тогда да. Ну, то есть у меня есть и одногруппники, которые наукой занимаются, но это всё на их личном энтузиазме. Интересно, интересно. Как бы в медиа сформируется клиническое мышление. Конечно, для формирования клинического в идеале думать головой. Если начать думать головой при подготовке к ЕГЭ, то это будет полезно. Но всё равно, мне кажется, это добавили просто в нагрузку, и всё. Ну, ЕГЭ, оно у нас, конечно, оставляет желать лучшего во многих вещах, но в целом мне очень нравится, ну, если сравнивать ЕГЭ, там, 20-го, 21-го, 22-го года и ЕГЭ, там, 13-го, 14-го года, 15-го года, то это небо и земля. Потому что, когда у тебя, там, из пяти человек четверо сдают на сотку, а один на 99 или 98, потому что затупил, ты думаешь, ну, я же знаю, что они знают по-разному. Я же знаю, что это разные дети. Ну, я их учила, я знаю, что, то есть это не должно быть так. Вот, и сейчас вот это, когда у нас лучшая выборка такая, она более ранжирована, мне это нравится. Да, надо докручивать, надо доделывать. Как ты, кстати, относишься к юристическим заданиям? Ну, как сказать, это мне еще больше не нравится, с одной стороны, но, с другой стороны, они заставляют думать, но эту почву для мысли сложно где-то найти. Ну, например, школьные учебники брать, даже профильные, да, ну, мне нравится Теремово-Петросовый учебник. Если брать Пасечника, там очень много жести совсем. Например, в одном параграфе после него была характеристика переломов, которые мы на судмеде на пятом курсе изучали. Вот, ну, то есть не всегда, если бы они брали, например, эти задания из школьных учебников, хотя бы профильного уровня, как бы что-то переделывали, было бы хорошо. Но когда евристическое задание это параграф из Тейлора Грина и Стаута, это нехорошо. Это нехорошо. Ну, нельзя так делать, потому что, такие, а мы вдохновились. Ну, как вы вдохновились, блин, ребят? Ну, в Теремово-Петросово можно столькими заданиями вдохновиться, что они, конечно, и делают. Ты что думаешь по евристическим заданиям? Я думаю, что они должны быть более лучше сделаны. То есть у них есть очень удачные евристические задания. Мне, например, безумно понравились задания на вот эти арктические водоросли и там концентрацию липидов, аминокислот, сахаров. Вот это супер. Вот такой уровень мне очень нравится. Когда ты понимаешь, как устроены, не знаю, органические молекулы, какую функцию они выполняют, готового ответа в учебнике нет, но ты вот эти вот пункты взял и связал. То есть вот этому можно научиться, основываясь на каких-то вот определенных знаниях. То есть ты даешь ученику набор знаний, умение связывать один пункт с другим, с третьим, вводить логические цепочки, да. Но когда попадается какая-нибудь дичь, типа хлоргексидина, то это, конечно, это ни в какие ворота. Но это просто невозможно сделать такое количество хороших заданий. То есть я даже вот когда на курс придумываю задания, ну как бы вдохновение, оно как бы вот... Но их там сидит человек 12, как бы почему бы не придумать? Это же их работа основная. Я понимаю, что это их работа. Пусть работают. Пусть работают и делают нам качественные задания. Давайте, ребята, вюристика это хорошо, но задания должны быть покачественнее. Покачественнее и посерьезнее. Просто они тезис все равно, короче, путают друг с другом. Может, это я как человек, который в медиа учится, и у меня немножко я смотрю на то, что люди сдают биологию, идут в медицинский. Как бы Шопенское, да, на стриме говорит. Мы делаем такие задания, чтобы ранжировать людей. Кто-то знает очень хорошо, издаёт там на 100, кто-то знает хуже, сдаёт меньше. И говорит, чтобы в вузы поступали лучше из лучших. Я вот, когда эту фразу слышу, я просто не могу на неё реагировать спокойно. Я учусь в медиа, у нас есть целевые места, которых от бюджета 80%, если сейчас не больше будет. И туда поступают люди, которые набирают, например, за три экзамена 200 баллов. Я как бы не говорю, что эти люди плохие, но не поступают, например, люди, у которых за три экзамена 280. И потом сидишь и думаешь, стоило ли делать такие задания, чтобы потом не поступили. Это же вопрос, наверное, к устройству вашего меда. Почему у вас там… А это в целом вся медицина так сейчас работает. Вот, ну всей медицины. Почему у вас такое количество целевых, почему такое количество бюджетных, и почему человек, который офигенно сдал ЕГЭ, к вам не попадает, а попадает человек по целевому. То есть это же вопрос не к ЕГЭ, по биологии совсем. Не к ЕГЭ, по биологии, но меня от этого тезиса немножко всё равно коробит, потому что он не мэтчится с тем, куда поступает, например, половина наших учеников. Да, и как бы ты хорошо не сдал, там экзамен, ты пришёл, пришёл, написал, у тебя евристическое задание, у тебя новая генетическая задача, про которую никто никогда не рассказывал, и ты, не знаю, сдаёшь на 86. А вроде ребёнок очень умный, хороший. Да, 86 хороший был. Бах, и не попал в универный бюджет, и сидит расстроенный. А целевое он может взять? Может, но его надо брать заранее, и целевое это, ну, как я себя называю, сделка с дьяволом, то есть отрабатывай терапевтом, например, три года после универа. А возможно так, например, что ты берёшь целевое, проходишь на бюджет, и идёшь на бюджет, а целевое не используешь? Нет, они раньше зачисляются. Тут государство всех переиграло, так что это была многоходовочка. Нет, нельзя, то есть там надо раньше это всё подавать, и только на свой страх и риск. Поэтому, ну, глобально добавлять эвристику прикольно, да, чтобы не выглядело ЕГЭ, как там в 2010 году, где два слова написал, там три слова, это три пункта, три балла. Да, да, да. Но где-то они, конечно, вот эти телепатические элементы в ключах. Например, было задание, может, помнишь, на мутацию у насекомых с ядовитым жалом теперь они. И, мол, как птицы к этому приспособятся? И вот там последний пункт, вот такой здоровый, про то, что должна быть поведенческая адаптация, чтобы птица умудрилась схватить, пока её не ужалили. Я вот читаю и думаю, я когда сам этот вопрос пытался расписать, мы недавно на практике с ребятами делали, у меня прям это поведенческие адаптации пришли, наверное, пятнадцатым пунктом в голове. Я думаю, был бы я на ЕГЭ, я бы их просто даже не вписал, потому что и так бы было уже два листа забито. А, так ты видел, там, наверное, это и не входило бы. То есть, смотри, если там восемь пунктов в ключах, там пишут, использовано там семь-восемь пунктов, это максимум. Там пять было просто. То есть там какие-то пункты иногда дают добивочкой, особенно какая-нибудь вот такая дичь. А я всегда детям говорю, мы пишем больше, мы пишем, если нам сказали там адаптации каким-нибудь засухоустойчивым, мы там и С4 фотосинтез напишем, и ещё что-то, потому что что-нибудь там, какие-нибудь колючечки вы пропустите случайно, а у вас будут дополнительные пункты, которые правильные, которые хорошие. И, соответственно, вы там надо восемь написать, а вы написали десять правильных. Поэтому у вас будет... Ну, я тоже советую больше писать, но иногда просто даже, ну, смотришь на ключ и думаешь, как до этого должен догадаться ученик, который сдаёт. Ну, то есть вот я сижу, да, у меня, может, не так много опыта относительно тебя, но я тоже в ЕГЭ кручусь там с пятнадцатого года, когда сам готовился, потом работал наставником, преподом, вот это всё. Думаю, блин, ну вот как до этого пункта догадаться, если только не знать, что в голове у составителя. Да, такое дело есть. Но смотри, ещё какая история. То есть я тебе говорю, ЕГЭ несовершенно. То есть дорабатывать, докручивать надо. Это фу-фу-фу, ребята, не зачёт. Но сильно лучше, чем в десятом, в пятнадцатом году, сильно лучше. И что ещё могу сказать? Тебе попадётся такое задание, скорее всего, и ты возьмёшь на нём не максимум. Но хорошо подготовленный человек, хорошо подготовленный человек, который вот прям вот вообще шикарно знает, он сдаст на 90+. Да, то, что 90+, это результат упорного труда, а не лотерея, это я согласен. Да, да. Сотка лотерея. Сотка это лотерея. Сотка лотерея. У меня вот не было, например, сотки. У меня была, но давно, и мы будем считать, что не было. Потому что это как раз был пятнадцатый год. Как бы у меня было 98, в 21-м. В 22-м было 93. Я там такой просто сижу, пишу, 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 и думаю, так, мне надо успеть сделать разбор до срока раньше всех. Просто прямо сейчас. Я дописываю всё, сдаю, ничего не читал. По итогу, ну там, дичи написал в вопросе. Кстати, нафиг делать разбор раньше всех. Я, кстати, не успела. Я тоже хотела сделать до срока дальше. Ну я, блин, ехала из Дмитрова. Из Дмитрова. Это частные электрички. Вот. И потом... Ну, короче, я не успела. Ты сделал раньше. Ну я тоже сдавал в каком-то непонятном районе. Я через ЗСД туда ехал. Ты сдавал в Питере и вёл веб в Питере. Я сдавала в Дмитрове и вела веб в Дмитрове. Ну ладно, не суть. Я говорю, варианты-то всё равно разные. Смысл-то делать разбор раньше всех? Ну, это всегда так работало. Кто сделал раньше всех, это хайп. Ну, то есть, приходится так, понимаешь? Ну, я, короче... Ну, разбор Дальнего Востока. Вспомни. Там, когда мы запустились раньше всех, типа там в 5 с чем-то утра мы в 5.30 уже сидели в штабе вот такие запустились, и всё. Я не делал. Никто из конкурентов крупных даже не стал делать. Они такие, да, потом, короче, разберём, и всё. Ну, то есть, когда ты делаешь первый, это такой бум медийный. Всё. Ну, не знаю. Что-то я настолько, как бы, скептически отношусь к вариантам Дальнего Востока, что я вообще сказала, фи, нет. Я, типа, идите спите. Я хочу, чтобы вы спали. Ну, кстати, я не помню, как было в прошлом году, в позапрошлом попадались задания с Дальнего Востока и у центра, например. Ну, потому что я помню, ну, старое было на синдром этого Клинфельтера, и оно было на Дальнем Востоке, я пришёл писать ЕГЭ, и оно у меня такое, оу, здравствуйте, я вам сейчас ещё что-нибудь напишу, я там другие методы написал. Ты в основную волну писал? Нет, это было до срок, это было, короче, до срок Дальнего Востока. Вот, в основную, я не помню, чтобы так попадало. Ну, короче, Дальний Восток, да, я вообще глобально не советую смотреть разбор. Ты, кстати, записался на ЕГЭ? Нет ещё. Я тоже не записалась. Там же до февраля можно? Да, там до февраля. Я в прошлый раз записалась в последний день. Я в предпоследний день пришёл, просто как эти вот, как бабушки на почту приходят ещё до открытия, вот я пришёл к 8.30, и стою вот так вот у дверей, и реально, когда я зашёл, был первым, вышел, там уже очередь была невероятная. Подожди, ты тогда ножками ходил? В Питере надо ходить ножками, да, у нас нельзя электронно. У нас госуслуги, тык-тык-тык. Люди в Москве и области живут такие довольные жизнью. Нет, в Петербурге эти-эти-эти. Да, 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 как интересно. Ладно. Расскажи, как ты пришёл к преподаванию? Ногами. Ну, вообще, это получилось достаточно случайно, потому что, когда я поступал в медицинский, я не думал, что я буду преподавать. Вот, я сейчас до сих пор учусь в меде, полгодика осталось. Я хотел быть спортивным врачом. Я думал, я буду, значит, там, идеальная картина. Я сижу на матче команды какой-нибудь любимой, там, болею за них. Кто-то сломался, я выбегаю как герой, значит, замораживаю такой, братан, ты будешь жить, и ухожу дальше смотреть. Вот. Но потом понял, что что-то у меня так дела не пойдут, и начал работать на первом курсе наставником. Вот. Тогда ещё в вебинариуме, проверять домашки по биологии. Я вообще не знал, что это такое. Думаю, кто, что, в онлайне делаете? В онлайне нельзя готовиться к ЕГЭ, это всё бред. А ты не готовился в онлайне? Нет. Я ходил на курсы в МЕД, перепробовал, ходил к репетиторам разным. Ну, то есть, из этого было полезно, ну, я так скажу, один курс в МЕДе по химии и репетитор по химии. Всё. Остальное было бесполезно. И вот, я думаю, что там в онлайне делают эти люди? Изначально я пришёл, думаю, о, там денежку платят, это хорошо. А я на первом курсе в общаге живу, очень мне это нравится. И как-то я втянулся, мне прям понравилось, я даже не знал, что-то мне понравится, что-то объяснять, проверять домашки. И уже на втором курсе я продолжал работать, взял уже две группы, взял группу, в которой надо было вести видео-встречи. Начал их вести, и мне что-то ещё больше стало заходить. И для обычной группы я решил провести, типа, вот, вебинар. Я даже не знал, что это такое особо. И они говорят, мы не понимаем тему жизни и цикла растений. То есть моя любимая тема. Любимая тема, да. Ребята, я вам сейчас запущу в ОБС-е стрим. Они такие, ты умеешь? Я говорю, я научусь. Я что-то скачал по каким-то гайдам английским. Всё открыл и начал делать. Вот. И потом кто-то эти записи скинул Данилу. И, насколько я помню, там было, их скидывались какой-то, типа, претензии. Мол, смотри, что один из наших наставников делает. Типа, кем себя возомнил, ведёт занятие. Вот. Данил посмотрел, ему понравилось, посмотрел закрытые, которые, ну, были для плюса. И, говорит, не хочешь провести для всех практику или занятие какое-то? А, занятие. У меня был энергообмен первой темы. Как для всех. Я тут вёл, тут был человек 20, как для всех. Вот. И начал вести этот первый вебинар. Это вообще просто такой кринж. Я вообще другого слова не могу подобрать. Я там что-то сижу в каких-то наушниках. У меня на заднем фоне бардак в общаге. Я что-то сижу такой. Ну, вот. Ну, начал делать потихонечку. А какой курс был? Первый? Это второй курс. Это был апрель второго курса. Вот. И я тогда... У меня уже учёба в тот момент мне разонравилась. В плане в медиа я понял, что что-то я не туда попал. И, ну, вот этот момент в меня какой-то вселил жизнь. И мне прям это зашло. И вот пошло-поехало. Как бы с третьего курса уже прям полноценно всё начал делать. Вот. Классно, классно. А у тебя как вообще это получилось? Да примерно так же. Но только отмотаем хронику. Насколько там? Да, 10 лет назад. Тогда не было онлайн-образования, не было ЕГЭ, а кушать хотелось. Вот. Ну и, соответственно, я занималась репетиторством. Я со второго курса расклеила объявления, ну, видишь, как веяние времени вокруг общаги. И нашлись две девочки, с которыми я занималась биологией. И ещё были какие-то ребята, с которыми я занималась математикой. Ну, чисто так по школе так подтягивала. То есть там какой-то седьмой, восьмой класс. Сейчас где-то Эрик напрягся. Не-не-не, там нечего. Там уже всё поздно. Пинь-боржомим. Ну вот. И девочки, девочки поступили на биофак, в МГУ всё. Это было такое какое-то потрясающее ощущение, когда мы с ними целый год. Я вот в это вкладывалась. Разница в возрасте небольшая. Ну, поскольку я ещё раньше закончила, то есть мы, по сути дела, ровесницами были. То есть я была на втором курсе, но мне было 17, и им было 17. На втором курсе 17? Да, да. Это ребёнок Индиго. Да, да. Да нет, 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 так просто случайно получилось. А вот. И вот они поступили, понимаешь, и вот эти вот студенческие, вот это вот счастье какое-то непередаваемое. То есть мы вообще же как бы люди, мы на эмоциях живём. Вот эти эмоции, которые были, ну, что-то с чем-то. Ну, а на следующий год у меня были ещё дети. Как дети там? Такие же, как я. Вот. Мы занимались, ездила. А потом уже появился сайт «Репетитор.Инфо». Там можно было брать заказы. Соответственно, я там ездила и в Мытище, и в Балашиху, и там ещё куда-то. Вот, то есть так. Ну, в общем, на еду мне хватало. А в основном я, конечно, занималась наукой. И в универе, в лабе сидела, и так далее. Потом уже ближе, начиная где-то там к четвёртому, к пятому курсу, у меня уже и онлайн занятия были, потому что я уезжала много на стажировки, и много уже времени проводила не в России. Вот. Ну, и так как-то пошло. Потом аспирантура, работа, преподавание, всё было. То есть у меня всегда было, не знаю, человек там 5-6-7 учеников, с которыми я занималась. А потом я поняла именно в аспирантуре, что мне нравится больше преподавать. То есть у меня достаточно всё хорошо там складывалось, у меня вот-вот диссертация защищается, вот достаточно много там и патенты, и ещё что-то, и какие-то гранты. А я понимаю, что мне не так нравится делать бактерии, хотя прикольно, хотя прикольно, да. Питомцы. Да, питомцы, да. Как заниматься с ребятами и проживать с ними вот эти же эмоции и поступления? Я подумала, ну всё, надо идти. То есть потом уже педагогическое образование было в МГУ, тоже параллельно с аспирантурой, и после защиты я уже понимала, что я сейчас защищаю диссертацию, и всё, типа, и goodbye, наука. И да, я ушла из науки. Вот. Вот. И стала заниматься только преподаванием, и занималась преподаванием. Но онлайн появился с... Онлайн на самом деле в моей жизни появился 13-14 год, по большей части, когда я уехала из Москвы. Но он был такой, вяло текущий. То есть там... Это просто какие-то уроки а-ля по скайпу? Это были уроки по скайпу, это были мини-курсы, то есть вот в таком духе. А потом я уже поняла, что надо делать что-то такое побольше. Это было очень смешно. Я увидела страничку одного известного преподавателя, не биолога. Вот. И я подумала, что это за девочка? Что? Почему? Почему у неё такая красивая картинка? Почему здесь там какая-то тысяча человек в этой группе? Что это такое? А это, оказалось, была онлайн-школа. И девочка-преподавательница. Я стала... Можете в комментариях догадываться, кто была эта девочка. Догадываться, что была эта девочка. Этой девочкой был Альберт Эйнштейн. Нет, это была девочка, да. Я думаю, потом я стала смотреть, что же эта девочка сделала, как так получилось. Ну, в общем, я поняла, что... А я-то могу лучше, чем всякие девочки. Вот. Ну и вот через какое-то время появился фигофак. Мощно. Это такая длинная история. Знаешь, у меня так... Ну вот там вот... Третий, шестой курс, второй. А тут... Короче, значит, было МГУ, аспирантура, бактерии, йогурты. Йогурты были бы. Йогурты сейчас есть. Вообще вот ты сказала про то, что преподавание, это... Ну, про проживание эмоций. Да, я тут согласен, потому что это, наверное, такая основная вещь, которая меня драйвит в преподавании, особенно в таком как бы медийном преподавании, потому что, ну, как бы глобально наука-биология, если там брать некоторые разделы как исключения, которые мне прям нравятся, да, там, эволюция, экология, круто, анатомия, круто, генетика, круто, остальное, ну, так, нормально, они есть, с ними надо жить, вот, а вот именно эмоциональный момент, я прям всегда его помню, каждый, наверное, вот выпуск, вот эти летние моменты, когда ребята присылают результаты, когда они что-то пишут, когда я там записывал, помню, всегда после ЕГЭ какой-то им фрагментик видео, я прям сижу, думаю, я чуть не плачу, как бы вот, как я вас отпущу-то? И каждый год думаю, что, ну, эти были самые лучшие, ну, вот лучше быть не может, ну, они же мои котики, солнышки, а потом приходят новые, они другие, они, ну, просто другие, тоже очень крутые, и думаешь, божечки, сколько счастья, сколько эмоций. Мы превращаемся в школьного учителя, наоборот, вы наш самый лучший класс, каждый год. Ну, я не знаю, то есть, как бы, все настолько крутые, и ты понимаешь, что ощущение того, что я немножечко помогла человеку продвинуться куда-то дальше, то есть, я бы поучаствовала. Это вообще невероятно, особенно, когда, ну, вот я в меде, когда появляюсь сейчас в корпусах, в которых младшие курсы ходят, ну, мы сейчас в других местах особо занимаемся, но бывает, появляешься там, и кто-то подходит, узнаёт, и так вот уже несколько лет происходит, и понимаешь, что вот этот человек, он у тебя учился, особенно там, если это какой-то невероятный путь, там, не знаю, человек жил в деревне небольшой, и бах, он уже в первом меде, в Павлова ходит тут вот, по этим аудиториям, он тебе подбегает, довольный, ты думаешь, а вот же он живой, настоящий. Да, 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 это потрясающе, это просто очень круто, то есть, я безумно люблю то, чем я занимаюсь, хочется делать ещё больше, ещё лучше, ещё большему количеству ребят помочь, то есть, это вот какая-то, знаешь, мне кажется, такая вот метафора у меня есть, что я себя ощущаю, как какой-то проводник, то есть, вот в меня приходит энергия, я её так вот распределяю, и вот пока она по тебе идёт, это такие непередаваемые ощущения, что думаешь, да, да, я хочу быть этим проводничком. У меня так на вебах бывает, что я так всю энергию аккумулировал, отдал вот туда в экран, в чат, и иногда, кстати, я наоборот ещё так заряжаюсь энергией, ухожу после веба такой, оп-оп-оп, а бывает иногда, когда вот настолько всё отдал, я после веба такой, завершить трансляцию, и вот так сижу, стену минут 10, туполю, думаю. У меня тоже самое бывает, у меня бывает, что я вот реально сижу и думаю, у меня недавно так на вебе был, вот я последний седьмой вариант разбирала, и меня как-то выключила прям задача по генкоду, вот две задачи не дотянуло, и я уже сижу такая, божечки, скорее бы решить эту задачу, закончилась, это вот один раз у меня такое было, а обычно наоборот, так я думаю, ой, голова болит, ой, 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 а потом после вебы такая, а-ха-ха, как хорошо, я не знаю, от чего это зависит, как это работает, как это работает, не знаю, но это, в общем-то, очень-очень, очень круто, вот, такие дела, ну что, давай, может быть, дадим, Дашь какие-нибудь советы, как ты считаешь, правильно готовиться к экзамену, может быть, где практику брать? Ну, значит, первый шаг, да, выбирайте, кто вам больше нравится из двух преподавателей и записывайтесь, вот, ну, второй шаг, самый первый шаг, ну, вообще, как правильно готовиться, я всегда считаю, что не надо, вот, сразу такой вредный совет, который все дают, типа, решайте пробники, я считаю, что решать пробники, пока вы не прошли много тем, вообще не надо, за счет, потому что некоторые, там, школы онлайн делают такие, мы дадим вам пробник по всей теме, после того, как вы прошли первый месяц, я думаю, зачем, вот мы, например, проходим, типа, ботанику в первом месяце, а вы не пишете пробники? Глобально у нас в конце месяца есть тематические пробники, по той теме, которую мы прошли, и, как бы, для вот этой удовлетворения потребности в пробниках я разбираю каждую неделю рохлого, ну, то есть, кому прям надо, ну, приходите, я все объясню, расскажу, потому что, ну, решать одному вслепую пробник, когда ты знаешь, грубо говоря, один блок, зачем? Ну, слушай, смотри, я считаю, что нарежка пробников вначале, она тоже бессмысленна, да, естественно, вот, надо их решать, когда ты уже все прошел, но у нас есть входной пробник, и у нас есть пробник после каждого месяца, то есть, для отслеживания прогресса, то есть, сначала ты замеряешь, что, ой, я написал пробник, там, на 14 баллов, ты просто берешь, ты не расстраиваешься, ты понимаешь, что ты пишешь пробник на 14 баллов, ты осознал масштаб бедствия, потом, через месяц, ты его пишешь, решаешь, что-то лучшее, это как-то, у меня уже не 14, на 16 баллов, да, я уже какие-то задания могу решать, я их решаю не наугад, а понимая что-то, но еще вон какой большой пласт работы, то есть, просто для понимания, для понимания структуры экзамена, для того, чтобы вот ты видел, какие задания, в каких номерах, привыкал к этому, и все, но чаще, чем раз в месяц, пока ты все не прошел, решать, но это бессмысленно, конечно. Ну да, как бы, я сам когда готовился, у меня был, конечно, экстремальный, как бы в целом, экстремальная подготовка, и, наверное, вот весной, в апреле, в мае, ну я сидел, типа по 10 вариантов в день решал, просто, на скорость, я такой сижу, так, вариант по химии, ну у меня по химии была сотка, и химия, я вообще считаю, лучший предмет, в плане ЕГЭ, самый классный, я решаю вариант за 12 минут, сажусь такой, 10 вариантов, там 2 часа порешал, все, пошел отдыхать, но вот когда люди пытаются, да, это делать в начале года, ну такое. Вообще, нарежка заданий без теории, это плохо, и теория без нарежки, это тоже плохо, да, то есть тут понятно. Но найти место, где можно хорошо решать задания, например, первой части, вот хорошие задания, это тяжело, ну то есть есть один ресурс, я сейчас про него, наверное, расскажу, самый лучший, на мой взгляд, биоробот. Да, мне нравится. Дмитрий Позняков, ему респект, я не знаю, вряд ли он посмотрит, когда-то это видео, и биоробот, клевая вещь. Согласна. А где еще искать? Ну, где еще искать? В целом, если говорить про самое начало, то решу, ЕГЭ тоже сойдет. Там в первой части нормальные задания, нормальные. Они легче, чем уровень ЕГЭ, особенно, если мы сейчас посмотрим, сравним со сборником Рохлова, то это небо и земля. Но если вы только начинаете, то можно. Еще вот этот банк ЕГЭ мы делаем. Фипишно? Да нет, тот, который мы делаем. Вы делаете? Вот, мы делаем, да. Но, опять же, мы его только делаем. Я не могу сказать, что он прямо сейчас самый крутой, но там уже много заданий я составила, загрузила, они с видеоразборами, то есть это как бы тоже как вариант. Мы сейчас тренажер делаем на сайте, тоже типа аналог, но все равно это вот выглядит, это скорее вот из запроса, то есть есть такие ребята, которые, нам надо все решать, я весь, у меня на биороботе там тысячный уровень, дай, дай, дай порешать. Мне кажется, что самое главное это подобранная практика, классно подобрать практику может только преподаватель. Вот и все, то есть действительно нужно найти человека, которому вы доверяете свою подготовку и вот как бы там решать. Ну, биоробот это доп, вот, ну все-таки он не заменяет полноценную подготовку, он шикарный, он прекрасный. Ну, если человек учит теорию, каждый день решает биоробот, потому что это дисциплинирует, то есть если каждый день тебе приходит уведомление, что тебе надо решить что-то, ты уже потом это делаешь на автомате. я согласна, я говорю, что это доп, то есть нельзя биоробот ставить в ключе подготовки, то есть все равно, ты говоришь, если он сам читает, то есть все равно должно быть что-то еще, то есть человек должен сам читать, сам учитель, там ходить на какие-то курсы или ходить к репетитору, а это доп. Но вообще у меня есть мысль, что на самом деле для большинства людей не нужен никакой преподаватель. Ну, то есть информация, которая нужна к экзамену, ну, мы не говорим, например, про сотку, да, ну, и про 90+, хотя тоже можно поспорить, она есть в учебниках. Например, если человек очень ответственный, он берёт учебник Теремова-Петросова и там нового издания 20-го года, да, покупает какое-нибудь хорошее пособие теоретическое, ну, там, не знаю, типа, ну, Шустаново так поверхностно по темам можно, да, или там наши, или какой-нибудь ещё. И сидит дисциплинированно, сам себе выделяет в день, например, какое-то количество часов и читает, и практикуется, например, на биороботе. И вот я уверен, если поставить такой эксперимент, нам нужен человек для такого эксперимента, если вы готовы, пишите. Если такой эксперимент поставить, то я уверен, что этот человек хорошо сдаст, если он дисциплинированный. То есть, ну, информация вся, которая нужна к ЕГЭ, она как будто есть в интернете. Окей, я тебе сейчас расскажу страшную сказочку, страшную историю. Я тот человек, который готовился самостоятельно. Я сдала, я поступила, ну, опять же, не было ЕГЭ, это было ещё сложнее. С ЕГЭ проще, потому что есть понятная структура, есть вот этот там же самый сборник Рохлова, ты понимаешь, что от тебя будут ходить на экзамене. ЕГЭ – это классно, в отличие от экзаменов в вузах. Я готовилась самостоятельно, я сдала, я поступила, у меня была супермотивация, супердисциплина, но я чуть не сдохла. То есть, я реально понимаю, что я никому в жизни такого не пожелаю. Может быть, есть люди, которые прутся от самостоятельной подготовки, но вот это ощущение беспомощности, страха от того, что ты не знаешь, что правильно, что неправильно, выбрала ли я нужную книжку или не нужную книжку. Может быть, сейчас попроще, потому что есть интернет и достаточно много всяких открытых вещей. Тогда вот это состояние, боже мой, я была в аду, просто. То есть, ну не знаю, может быть, одна из причин, почему я стала готовить ребят к поступлению, это потому что я хотела избавить от таких мук как можно больше количества людей, но не знаю. Ну да, это надо прям быть каким-то очень собранным, хладнокровным и знать, на кого ориентироваться, по крайней мере. Даже если открытые вебы смотреть, человек может прийти не к тому преподавателю, ему там наговорят всякой фигни, и всё, привет. Слушай, с открытыми вебами тоже интересно, но вот смотри, разбор вариантов окей. А если ты берёшь какие-то вот прям темы, тут ты одно послушал, тут ты другое послушал. Всё-таки открытые вебинары, мне кажется, они больше для понимания, что это за преподаватель. Ну да, но если так порыться, например, если человек выбрал одного препода, например, у него нет возможности платить, и он не гнилой человек и не смотрит сливы, нормальный, поц ровный, и если нет денег, ты смотришь открытые вебинары. Вот, если он выбрал одного человека, всё, у него посмотрел, он примерно как-то свыкся с человеком. Ну да, ну хотя да, если так посмотреть, у меня там анатомия есть, эволюция, всё найти можно найти, да. То есть по открытым действительно можно много чего найти. Кстати, как ты к Статграду относишься? Хорошо. Да? Я их люблю, я люблю Статграды, более того, несколько раз было, что они предугадывали ЕГЭ, это был вот девятнадцатый год, они давали такую задачу. С биосинтезом? Не с биосинтезом, а задачей на... Господи, вот эти вот задачи крис-кросс с... Вот они сейчас самые попсовые, когда муху, дрозофилу, самку с красными глазами... Ну да, где во втором встрече ещё не обмены этими. Да, 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 мальчик и девочка. Вот, это было в Статграде в этот год, и попалось на ЕГЭ. И я помню, я как раз это ЕГЭ проверяла, все наши, типа, тётки... О, этого нигде не было! Я говорю, так это же было в Статграде, ну вы чё, девочки, в Статграде было. Он говорит, ну кто же эти Статграды смотрит? Я говорю, я смотрю, я смотрю, я разбираю все Статграды. Это очень интересный момент, как так получилось, потому что в 2021 году, когда первый раз на биосинтезе белка была задача с неподписанными цепями, где смысловая, где антисмысловая, в Статграде была эта задача до ЕГЭ. И мы тогда сидели ещё с ребятами, делала разборы, думаю, чё-то какая-то мутная задача, говорю, давайте сейчас мы всё, я вам покажу, как решать, говорю, ну очень странные. И они выходят с ЕГЭ такие, а она была там. Я такой, что? Да-да-да-да-да-да-да. Я все Статграды разбираю, причём я их разбираю там вот, ну, в день и сразу, потому что это то, на что... Опять же, возвращаясь, мы начали с чего? Где брать актуальную практику? Рохлов работает в Статград. И вот всё. То есть если мы говорим про какие-то официальные источники, не какие-то там не из разряда, там, биоробот, банк ЕГЭ, ну то есть то, что там преподаватели наделали, а вот из официального только это. И все остальные сборники, типа Нарзякина-Первак, Лернер, Кириленко, это всё от Лукавого. Ну, у Мазяркина ещё можно что-то поискать? Опять же, смотри, везде, во всех сборниках есть адекватные задания, которые опытный преподаватель может адаптировать под формат ЕГЭ. Но шлака там больше. То есть и ребёнок, который без опыта, он начнёт это всё решать, и он только запутается. То есть, опять же, поискать можно везде. Я и Лернером пользуюсь. То есть как бы там есть нормальные, скажем так, мысли. Не задания, а мысли, которые можно докрутить до чего-то приличного. В какой-то момент я был ещё фанатом Кириленко легионовских. В какой-то момент, когда они... Ну, я любил хардкорную подготовку, и он тогда был у них этот сборник с Белкой. Вот сборник с Белкой, если мне сейчас сказать, меня начинает трясти, потому что я помню, что я его весь прорешал, и это было через пот и слёзы, вообще через всё, но я его прорешал, когда был в 11 классе. Но там сейчас какая-то есть дичь, например, Центр происхождения культурных растений. Ну, нигде в кодификаторе не сказано, что этого не попадётся. То есть есть же Вавилов, как бы, и оно есть в Кириленко. И вот есть человек такой, нигде их не решал, а их же нигде задания на них не дают. Он приходит на экзамен, и у него они. Ну вот что делать? Я всегда на Центре... На Центре есть даже на Решу ЕГЭ. Ну, на Решу ЕГЭ — это то задание, где в комментариях люди с такими глазами сидят, что это такое. Я просто советую на это сделать шпаргалку. Это бессмысленно учить вообще. Да, бессмысленно учить. Какая разница, картошка, не картошка. Ребята, вы с этим один раз в жизни встретитесь. Но в Кириленко, я помню, предугадали задание, вот как было в этом году на экзамене, сравнить пустыню и саванну. И для некоторых, или там тундру, и что-то ещё было на сравнение. В общем, на биомы, и для народа это был шок для многих. Что они такие, а какие там вообще показатели? В Кириленко уже который год это есть. Нет, ну мы просто это разбираем. То есть как бы задания эти у нас тоже есть. И мы сравниваем разные зоны, растительность, животные и просто климатические условия. Ну в экологии, это же экология. Ну это экология, да. Это же экология. В любом случае можно сказать, что это было в Петросовой. То есть это как Симпсоны всё предугадали на ЕГЭ по биологии. Это было в Петросовой. Нет, да. И на биофаке тоже. Продакт-плейсмента. Извините, но каждый раз, извините, но каждый раз, когда кто-то говорит, этого нигде не было, я такая фигли на биофаке была. Что, у вас были задачи генетические на сцепление, на крестинговер с XY-хромосомы? Конечно, были. Мы отрешивали на псевдоутосомные участки задачи. До этого? Да, отрешивали. И у нас были задачи и на... Ещё я тебе солью задачки. Я тебе сейчас по... Какие мы на биофаке в этом году решили? На неаллельные? На неаллельные. Да, но они очень простые. На неаллельные мы решали и в том, и в этом году. Ещё что мы решали, когда у нас будет псевдоутосома плюс галандрическая. Ещё мы решали, когда надо расчёты делать. То есть, когда те говорят расстояние между генами... Да, но это когда один раз в 2020 году дали вот эту задачу. Расстояние между генами, там, 20 марганит. Рассчитайте процент рождения мальчика-альбиноса-дальтоника. Ну, просто мы вот это решали, неаллельные решали, но как бы то, что составители возьмут и дадут такой новый тип, а потом будут сидеть с покерфейсом и говорить, а что такого? А что такого, ребята? Вы не даёте это ни на досроке, ни в одном из сборников. Зачем так делать? Вот это вообще просто... Вот за это я прям не могу респект им отдать. Ну, так нельзя делать. Ну... Они говорят, это та же задача, надо только подумать. Да в смысле подумать? Ну, смотри, мы... Если бы их не слили, никто бы не догадался. Мы отрешиваем все возможные комбинации. Я говорю, вообще у нас есть три закона. Да, у нас есть, ну, Мендель, да, независимое наследование, сцепленное и с пола. Всё, вот-вот три. И вот из этих трёх можно составить миллиард разных комбинаций. И я составляю все разные комбинации, которые я могу придумать. Естественно, я могу придумать не всё. Мы это отрешиваем, и они просто понимают, что каждый раз им там попадётся какая-нибудь дикая дичь, и они уже как бы, ну, начинают это распутывать. То есть они готовы к тому, что будет новый тип задач. И всё. Ну... То есть вот я говорю, попробуй галандрическое, плюс псевдоутосомные. Надо попробовать. А, наследование зависимое от пола тоже мы решали. Какие? Например, когда в зависимости от пола у нас зависит доминантный признак или рецессивный. Вот. Ну, это, типа, у нас было на четвёртом курсе генетика в меде. Так нет, опять же, ты смотри, ты смотри, я тебе сейчас всё расскажу. Короче, когда тебе дают шапочку, да, то есть тебе пишут, что у мужчин ген овлосинение проявляется как доминантный, а у женщин ген овлосинение... Овлосинение. Ну, как облысение, облысение проявляется как рецессивный. Тебе рассказали, как наследуется этот признак. Тебе об этом рассказали. Ну, я согласен, они в условиях всегда рассказывают. Они не требуют от тебя, чтобы ты это знал. То же самое было и с псевдоутосомными. Они сказали, что вот есть псевдоутосомные участки, бла-бла-бла. Они дали кусок теории. А дальше уже посмотрели, как ты с этим будешь работать. То есть они никаких новых законов не ввели. Они не дадут нам никогда в жизни задачу на, не знаю, рецессивный эпистаз, чтобы ты об этом догадался по расщеплению. Вот такого не будет стопудово. Но они могут сказать, что есть ген, который подавляется действием другого гена, написать такое мини-сочинение. И никто не запрещает говорить в профильном учебнике, это есть. Они в любом случае потом ткнут носом людей. Ну, типа, в Петросовой все расписаны. Эпистазы, комплементарности, полимерия. Пусть дают. Вот, полимерия тоже... Зачем мы это уже три года разбираем? Я сижу и этих мулатов скрещиваю. Не, мы мулатов тоже скрещиваем. Это очень прекрасная задача. У нас даже мем есть. Я на каком-то вебе оговорилась и сказала белый негр. И все, теперь давай мне там белый негр. Я говорю, а что вы ржете? Вы думаете, белых негров не бывает? Я показала им альбиноса. Я помню как-то расщепление что-то... Написал слишком много гомет, и у меня у нас получилось, потенциально должно было быть 256 генотипов. Мы такие сидим с детьми на вебе, я такой, я не буду делать решетку в 256 генотипов. И перечитали условия, все, и тоже родился мем про 256 мулатов, что мы такие, будем сейчас все расписывать. Ой, ну я в таком случае просто перемножаю вероятности. Ну, а этого же в ЕГЭ нет, поэтому я не даю этот метод. Ну, короче, я не знаю. Практику мы обсудили, где брать, а вот то, что коварство составителей, ну, блин, те же открытые эти рамки считывания. Ну, да, они все написали, и вот доктор зло такой сидит, ну, давай, давай, как ты справишься? Давай, давай. Это опять же вот из разряда, что человек, который шарит, вот с математикой же та же самая история. То есть ты можешь научиться там решать задачи там на планиметре, еще на что-то, но дают всегда задачу, которую надо вот умненьким быть, да, вот чтобы у тебя мозги, чтобы ты не просто знал, а чтобы ты еще вот как бы вот умненьким быть, да. И вот таких умненьких отсеивают, чтобы вот они прошли и получили свои соточки. А те, кто просто хорошо знает, они получили свои 80+. Почему в химии так не делают? Эй, вопрос, не знаю, не знаю. Вот почему? Нет, я не говорю, что это... У меня тоже, у меня большая боль, что по биологии самый низкий средний балл. Меньше всего 100-бальников, 90-плюсников, вот этих всех. Да, да даже когда просто рассказываешь, ты говоришь, а у меня, сколько у Кати 100-бальников? 37, а у тебя 4. Вот, и ты думаешь, ну, значит, ты хреновый преподик. Нет, я просто... И по России в этот момент сколько там. Они даже не раскрывают статистику нормально по 100-бальникам по биологии. Вот в этом году статистику... 60. Вот ее не раскрывали сколько времени. По всем сказали, по биологии сидят, молчат. Да, потому что... Может, они забудут? Может, и не забудут. И сколько из этих 60 еще каких-нибудь учителей или петиторов? Да, ну, пока я таких не знаю, пока я таких не знаю. В том году мы все облажались. Давай-ка в этом году... Пойдем нулевые гипотезы пробивать. Ну да, надо же как-то 100-бальников-то поднять. Надо кто... Да, потом скажут, смотрите, как мы детей научили. Все хорошо. И репетиторы. Ну да, ну да, пошел я. Ну да, ну да, ну да. Значит, анекдот. Анекдот. В сумасшедший дом приехала комиссия. Главврача спрашивают. Почему у вас по коридорам бегают пациенты с автомобильными рулями? Ну, главврач руль достает и говорит, поехали, поглядим. Типа кто? Да, это был такой тренд. На анекдоты? Нет, про рули. Про рули. То есть если все что-то делают, то, наверное, это так и надо. Сейчас тренд на хорошую сдачу ЕГЭ. Да. Мы вас на этот тренд наталкиваем. В общем, ребят, большое спасибо. Большое спасибо Марку, что пришел. Я очень рада познакомиться. Я тоже был рад познакомиться. Миленько поболтали. Да, миленько поболтали, да. Ну, вы знаете, записывайтесь ко мне, к Марку. В общем, мы вас научим. Приходите, мы рохлого разбираем, все делаем. Да, 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 все делаем. У нас все хорошо, в общем. И будет еще лучше. Будем вас ждать. Поднимем статистику по биологии. Да, так что ставьте лайки, пишите комментарии. Может, вам что-то интересное про меня, про Ксюшу. Целую, обнимаю, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok